Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков свистлот». И с нами сегодня наш коллега, алго-трейдер из города Калининграда Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, коллеги! Как вам сегодняшний день? Что интересного, чем торгуем? Торгуем мажорами, сделки идут, они видны в телеграм-канале. Я смотрю, народ просматривает, я думаю, повторяет. В основном по мажорам пока расторговываются. Замечательно! Давайте посмотрим на графиках, что там интересного. Давайте. Как видно мой экран? Видно, бежит-бежит интернет. Я уверен, что через секунду-две все мы с вами увидим. Видим хорошо. Ваш экран видео отключил. Вам слово. Благодарю, Игорь Николаевич. Ну что, сегодня у нас мажорные пары. Давайте посмотрим на них. Первая из мажорных пар – это евро-доллар. Наиболее популярный валютный инструмент среди трейдеров. Итак, что я хочу сказать. Ну, ни для кого не секрет, что данный инструмент пока находится у нас в долгосрочном, среднесрочном и короткосрочном растущих трендах. Пытаются данный инструмент вывести из короткосрочного растущего тренда. В общем-то, на данный момент самый, скажем так, сильный уровень поддержки, сейчас на данный момент у нас поддержки 17.07. Вот он перед вами, вот он находится здесь. Отбились в него раз, отбились. Ложные пробои еще раз, чуть-чуть не дошли, снова отбились. И еще раз чуть-чуть не дошли и начали отбиваться. Что я хочу сказать. Формируется импульс по данному инструменту, но пока он еще не сформировался. В общем-то, пока он еще не вышел и не интересен. Интересен будет инструмент для лонгов. В том случае, если подойдем непосредственно к отметке 17.07, вот сюда вот, и уже где-то отсюда можно будет набирать какую-то позицию относительно лонгов, но при определенном формировании импульса. То есть, должен сформироваться импульс, потом заход сюда и уже дальше, уже направление лонгов к отметкам 17.95.19.07. Сейчас пока ничего не могу сказать по данному инструменту, никаких отметок не могу дать целевых. Если же инструмент поведут ниже и закрепится ниже отметки 17.07 в дне или даже в 4 часах, то тогда очень быстро пойдем к уровню 16.18.15.67. То есть, вот куда-то сюда. Возможно, еще и пониже, вернем на 14.93. Поэтому сегодня будем смотреть, как будет формироваться импульс в ближайшие вот эти 4 часа и следующие 4 часа. Пока без отметок на вход. По фунту ситуация другая. По фунту, в общем-то, ну, уже заходить поздновато, конечно. Если только данный инструмент пойдет к отметкам 30.47, 30.19, и тогда можно будет расторговать данный инструмент в направлении лонгов. В общем-то, данный инструмент, я вижу, вывели его из долгосрочного падающего тренда. Он перед вами, вы его видите. То есть, вот здесь вот был у нас вывод. Таким достаточно мощным движением вывели. В общем-то, находится в среднесрочном растущем тренде и в краткосрочном растущем тренде. По данному инструменту, в принципе, интересны лонговые позиции. Вот сейчас вот у вас здесь перед вами отметки 30.47, 30.19 и в направлении 31.13, 31.55. Вот, отсюда, конечно, можно отбиваться в район вот этого достаточно мощного сопротивления 31.62. По астролицу. По астролицу, в принципе, в отличие от фунта, все интересно в онлайне. Данный инструмент у нас тоже находится и в долгосрочном, и в среднесрочном, и в краткосрочном растущих трендах. Его не вывели. Вот тренды перед вами, среднесрочный, краткосрочный. В общем-то, все растет. Инициатива полностью на стороне покупателей, извините. Вот, соответственно, импульс отрисован. Я его показывать не буду. Наиболее значимую импульсную свечу. Уже ночью я в него заходил. Точнее, на автоматике заходило все. И, в общем-то, уже все подцепилось. Первую половину позиции я уже закрыл в плюс. Вторую половину позиции я еще пока удерживаю. И, в общем-то, из района отметки 71.60 можно набирать позиции в лонг. Прямо сейчас ставить отложку. И набирать вот от нижней границы краткосрочного растущего тренда в лонг направление скопления объемов вот этих. То есть в район 71.91 и в район 72.34. То есть данный инструмент онлайн интересен у покупок. Единственное, надо дождаться, ну, какой-то шпильки, поставить отложку, дождаться шпильки, нырнет, взять, ну, и дальше удерживает. По Новозеландцу ситуация схожая. Единственное, могу сказать, то, что по Новозеландцу схожая в чем она, в том, что данный инструмент находится и в долгосрочном, и среднесрочном растущих трендах. В общем-то, сейчас на данный момент, сейчас я ее вот так вот выделю, чтобы она, что-то она у меня, я ее вроде выделял. Ну, вот так вот еще раз. Если вот так вот посмотреть, то, в общем-то, данный инструмент стоит непосредственно на нижней грани среднесрочного растущего тренда, плюс на двухсотдневный скользящий средний, плюс на уровне поддержки 65,77. Он, конечно, от нее скачил, вот, но если будет заброс вниз, то есть в район отметки 65,86, ну, или, может быть, куда-то вот в зону вот этого консолидационного скопления, сейчас я его поставлю вот сюда вот, то есть если сюда инструмент приведут в моменте, то есть к отметке 65,65,95, отсюда надо набирать ламбовые позиции, первое, первый тейк профит 66,32, 66,75, второй тейк профит. Так, это что касается новозеландца, то есть данный инструмент интересен от лангов. Единственное серьезное препятствие, которое у данного инструмента, сейчас я его покажу, это скопление вот таких вот объемов, которые вот здесь бьются на уровне 66,24, округлим 66,25. У разных брокеров они могут отличаться, то есть этот уровень тестировался совсем недавно в качестве поддержки, на нем мы видели и отбои, и ложные пробои, и снова отбои, чуть-чуть не доходили отбои, ложный пробой, ложный пробой, прошли глубокий ложный пробой с обратным ретестом, отработали, здесь на импульсе его прошили, и сейчас он уже выступает в качестве сопротивления. То есть я думаю, в моменте могут от него отбиться, вот, а далее снова пойдут на штурм, вот, ну и посмотрим, как тут развернутся события. Я его, в принципе, уже тоже отработал, первую половину позиции зафиксировал, в принципе, дальше буду смотреть, как тут он будет себя вести возле этого уровня. Думаю, чуть-чуть припадет, потом я еще донаберу позицию. По канадцу. По канадцу, в общем-то, есть хороший импульс направления шартов, данный инструмент у нас находится в долгосрочном и в краткосрочном падающем тренде, угол движения цены направлен вниз, инициатива полностью на стороне продавцов, она не менялась уже довольно долгое время. Совсем недавно, вчера он отбился, отрисовал импульс, к сожалению, отложка не зацепилась, вот, но тем не менее, я думаю, возможно, движение, небольшое движение наверх, тут буквально нам нужно, ну, сколько, буквально, ну, 54 пункта, в район где-то примерно 1.3362, или, может быть, даже вот откуда-то отсюда, сейчас я поставлю вторую отметку, то есть, может быть, даже и повыше сходит, в район отметки 33.86, и вот от этих значений он, конечно, будет интересен в шорт. Но позицию, в принципе, можно начинать потихонечку формировать от уровня 33.42 в направлении шартов, с первым тейк-профитом, я думаю, даже можно сказать и пониже, он сейчас, конечно, стоит на нем, 33.07 и ниже 32.47, я думаю, возможно, мы даже обновим и хаика, обновим и лоу, то есть, возможно, даже и пониже пойдет, вот куда-то сюда, вот так, давайте я отмечу, вот куда-то сюда. Но первые половины тейк-профиты, конечно, нужно будет фиксировать, вот как раз на тех уровнях, где сейчас стоит данный инструмент. По франку, по франку данный инструмент у нас находится в долгосрочном падающем тренде, угол движения цены направлен вниз, приоритет полностью на стороне продавцов, среднесрочно тоже падаем, краткосрочно тоже падаем, то есть тащат инструмент в направлении шартов, даже, в общем-то, я бы так сказал, только последние движения, достаточно хорошие коррекционные движения со стороны покупателей, их, конечно же, нужно отрабатывать, и сейчас, в отличие от канадца, он еще не ушел, далеко не ушел, и, в принципе, можно отрабатывать от шартов от уровня, из-под уровня 91.84, примерно от отметки, можно начинать формировать позицию от отметки 91.60, 91.83, и в район, ну, скажем так, с первой половины тейк-профита, то есть где-то вот здесь 91.15, и далее пониже, куда-то вот сюда, вот над уровнем 90.78, то есть примерно это у нас будет достаточно неплохой профит, если по-среднему, это где-то примерно 87 пунктов. Ена, ситуация схожая у нас с франком, в принципе, данный инструмент пока не развернули, импульса, что касается по франку, импульс уже состоялся, в принципе, можно его уже отрабатывать, вот, что касается ены, по ене пока нет импульса, но я думаю, он будет, и сейчас данный инструмент у нас непосредственно стоит на достаточно сильном уровне сопротивления на данный момент, это 106.02. Данный уровень у нас примечателен тем, что совсем недавно он выступал в качестве поддержки, видим от него отбой, ложный пробой, здесь были отбои, чуть-чуть не достали, еще один отбой, далее прошили, обратный ретест, обновили хаи. То есть достаточно серьезный уровень, и нельзя сказать, нельзя не сказать о том, что, в принципе, инструмент находится в краткосрочном падающем тренде, и толкаемся непосредственно возле верхней границы данного тренда. Также инструменты находятся в среднесрочном падающем тренде, инициатива, в общем-то, и там, и там на стороне продавцов. То есть данный инструмент сейчас непосредственно интересен от шартов. Соответственно, где-то примерно от этих уровней надо набирать позицию и отрабатывать направление шартов. По рублю. Ну, по данному инструменту сегодня у нас наблюдается свеча, черная свеча, дневная, в общем-то, падение. Я продолжаю удерживать треть позиции. В направлении меня интересует отметка 75.04. Если данный инструмент пойдет еще ниже, к отметке 72.26 и ниже, я дальше буду формировать позицию в направлении лонгов. по краткосрочному. Скажем так, тут у нас, в общем-то, один краткосрочный растущий тренд. Примерно вот от границы будет, для меня будет интересен инструмент, примерно от границы краткосрочного растущего тренда. Вот он перед вами. 72.11. То есть, если дойдет сюда, вот так вот мы его сейчас отрисуем, то есть, если доходит сюда, то, конечно, уже начинаем, в принципе, набирать позицию в лонг. С первоначальным трейк профитом 73.42 и далее 74.46. Ну и ориентировочно в район 70. 75.93-75.12, куда-то туда. Так, по золоту. Эх, черт. Пока рисовал здесь, отбой уже состоялся. Хотел рассказать, что надо от уровня 19.80 отбивать данный инструмент. Итак, данный инструмент у нас находится в долгосрочном, среднесрочном и пытаются выйти, вывести из краткосрочного растущего тренда. Данный инструмент, в общем-то, у нас растет по всем фронтам. Это все знают. Откуда его отрабатывать в направлении лонгов? Я думаю, нужно отрабатывать вот от этого уровня, 19.80. Очень сильный уровень. Совсем недавно мы его кололи, пробивали, обозначили, то есть на нем отрисовали отбой, отбой, ложный пробой, ложный пробой и такое консолидационное движение, после которого мощный вынос в направлении лонгов, мощный импульс с обновлением хаев. Сейчас подошли снова непосредственно к нему и, в общем-то, данный инструмент, конечно, интересен от лонгов. от уровня 19.80.37 надо набирать, надо набирать, конечно, позицию в лонг вот в направлении 20.03 и повыше 20.12, то есть куда-то вот к этим консолидационным сборам, возможно, даже и повыше. То есть только от лонгов и, в общем-то, шортить, пока данный инструмент неинтересно. Не буду забегать вперед, то есть, в общем-то, от уровня 19.80 от лонгов. S&P 500, американский индекс. Ну, в общем-то, долгое время я рассказывал про него, говорил, что от отметок 32.20, 31.91 надо набирать позицию в лонг, давал отметку, куда придет инструмент 33.35, инструмент полностью отработал и сейчас, в общем-то, идет к отметке 33.92, даже повыше, скажем так, вот так вот, 33.94. Если пробьет отметку 33.94, то обновить свои исторические максимумы. Данный инструмент будет интересен от лонгов. Сейчас, пока, я думаю, по нему ничего не надо предпринимать. Пусть уже идет так, как идет, но когда будет какое-то коррекционное движение к долгосрочному растущему тренду, то, в общем-то, отсюда нужно будет формировать какие-то позиции в направлении лонгов. Вот так вот, даже он пониже, то есть, еще и пониже может идти. То есть, получается, примерно куда-то вот в эту зону консолидации, вот в эту зону консолидации примерно, возможно, коррекция. То есть, примерно от уровня сейчас момент, примерно от уровня 32,61. А так, в общем-то, то, о чем раньше говорили, если бы отрабатывали, тот, кто за мной повторял, в общем-то, это прибыль в 5,2%. То есть, сейчас пока вне рынка по данному инструменту. Индекс доллара. По индексу доллара, в общем-то, третий день подряд, ну, во-первых, находимся в среднесрочном долгосрочном, в короткосрочном падающем тренде. В общем-то, угол движения цены у нас направлен вниз. Здесь у нас присутствует на рынке продавцы. И все, что сейчас мы видим, такое, скажем так, консолидационное движение, такая пила со стороны покупателей и продавцов, идет борьба. Ну, это не что иное, в общем-то, как коррекция в рамках падающего тренда. Но хочу сказать, что долгосрочно данный инструмент находится у нас в растущем тренде. И, в общем-то, скажем так, запас для движения вниз у него еще достаточно велик. Я читаю, скажем так, на форумах и фейсбуке, что люди пишут, что индекс доллар обновил свои исторические минимумы за последние 20 лет. но я просто не знаю, люди, по-видимому, не видят графика, то есть несут какой-то полный бред. Никаких он своих исторических минимумов не обновил, это для него нормальное коррекционное движение. И я считаю, что пытаются вывести данный инструмент из долгосрочного падающего тренда. Поэтому в моменте, я думаю, возможно, движение к уровню 92.57 то есть такое вот движение со стороны продавцов. Далее посмотрим, как он себя здесь будет вести. И в любом случае пойдем на ретест верхней границы краткосрочного падающего тренда. Это, скажем так, сценарий номер один. Сценарий номер два. Если сегодня или завтра в дне пробиваем уровень 93.80 и закрепляемся выше него, то в моменте импульс может быть также к верхней границе краткосрочного падающего тренда. То есть здесь уже нужно будет в любом случае отрабатывать от лангов. Ну и, соответственно, на валютном рынке нужно будет отрабатывать противоположную сторону определенные валютные пары. В общем-то, все. Вот так я вижу рынок. Если ко мне есть вопросы, я готов ответить. Ну, буквально два слова про свой телеграм-канал. Здесь все онлайн не идет. Начал я выкладывать скрины, все сделки и профит. Поэтому все бесплатно, можно заходить смотреть. Ясненько. понял вас, Андрей, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате можно уже писать. Владислав Шарыгин пишет, как вы понимаете, что идет борьба? Это по индексу доллара, да? Ну, видимо, да. Но борьба идет распил. То есть мы достигли определенных либо хай, либо лоу, неважно, куда мы пришли. И когда начинается какое-то, ну, либо, как хотите называть, консолидация, рейдж, флэд. Вот. Ну, когда начинается распил, то начинается борьба между покупателями и продавцами. То есть продавцы готовы толкать вниз, но денег у них уже не хватает. Вот. А покупатели готовы покупать, потому что считают, что это уже дешево. Я понял вас. Ясненько. Хорошо. Спасибо. Ну, вот Владислав пишет, нельзя форму читать это зло. Ну, как, Владислав? Профессиональное общение должно быть. Как это звучит? Ну, вообще, отчасти я соглашусь. Ну, я понял. Вот в чем зло? В чем это вас больше всего сбивает или мешает? Мне интересно, с таким опытом мне кажется вас сбить невозможно. Мне многие так говорят, что мою точку зрения меня переубедить практически невозможно. Это отчасти я тоже соглашусь, но иногда на форумах начитаешься, смотришь, ну, вроде как бы, да, действительно тоже человек все правильно, хорошо говорит. Ну, начинаешь что-то делать, как он делает. В результате все плохо. Потом уже закрываешься и забываешь. Лучше вот как я вижу, так и делают. Я понял. То есть иногда вас с пути истинного тоже сбивают. Сбивают, сбивают. Особенно это, конечно, аналитики. Я понял. Особенно какие-нибудь титулованные, да, которые, так сказать, распиаренные, они влияют на сознание, хотя сами не торгуют, естественно. Поняли вас, Андрей, спасибо вам большое за ваши обзоры, комментарии по практике торговли, вам хорошего дня и удачи сегодня. Всем всего хорошего, профита, не болейте, до свидания. Спасибо, до свидания. до свидания.